Завершали финальное испытание саммита ученики четвертых классов. Все они хотели победить и получить звание юного интеллектуала. Юра Адакин пришел на конкурс, чтобы отстаивать честь родной школы. Если я стану победителем, то возможно наша школа получит какие-то новые привилегии, как бы поскорее построит новую. Юра второй раз принимает участие в саммите. В прошлом году не удалось выбиться в лидера. В этот раз мальчик основательно подготовился. Легко ответил на вопросы заочного тура и решил тесты полуфинала. В этом году у меня планы занять или второе, или первое место, потому что я как бы уже собрался, много книжек прочитал и посмотрел разные ролики на разных сайтах познавательные. Поддержать школьников пришли родители. Строгие правила конкурса не позволили им сопровождать ребят. Они могли помочь своим детям только на заочном этапе. Интересные вопросы. Совершенно не ожидала я, что такие будут вопросы. Где-то он сразу отвечал, а я не знала ответа. И где-то я ему и подсказала немножко. Но в основном на 90% ребенок сам все решил. Саммит проходит в три этапа – дистанционный, полуфинал и финал. Второй год подряд в заочном туре могут участвовать все ученики начальных классов нашего города. На вопросы конкурса они отвечали дома, а потом отправляли бланки с ответами организаторам. Полученные баллы были пропуском в полуфинал конкурса. Почти 800 человек у нас было участниками полуфинала. Это они уже приходились туда. И здесь в формате экспресс-теста за 15 минут они отвечали на 12 вопросов. Те, кто набрал максимальное количество баллов, стали участниками финала. Формат заключительных испытаний предполагал решение пяти разноплановых заданий на различные типы мышления, на внимание, на логику. Пять станций по 10 минут на каждое задание. Задания разные – на вербальное мышление, на логическое мышление, на пространственное мышление. Все эти задания описаны в общем плане, в положении. И родители, безусловно, имеют возможность где-то подготовить. Организаторы сохраняют интригу о результатах конкурса до церемонии награждения, которая состоится 7 ноября. Только тогда юные интеллектуалы узнают, кто стал победителем, а кто призером. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.